Что такое суть Орграфа? Ориентированные графы, у ребер которых есть начало и конец. Соответственно, возникает... Я уже произносил, что такое связность для неориентированных графов и для Орграфов. Я положил это в сторону. Вот скажите мне, пожалуйста, связана ли вот такая компонентно-связанность? Вообще компонентно-связанность это элемент? Нет. Не компонентно-связанность? Смотря в каком смысле понимаете. Вот смотрите, у меня вот раз, два, вот у меня граф содержит вершины, вот ребра. Сколько компонент-связанности у этого Орграфа? Вопрос действительно не совсем тривиальный, ведь, ну очевидно, между вот этими двумя вершинами не существует пути. Понятно, да? То есть проблема есть, нет пути между всеми вершинами компонента-связанности. В Орграфах действительно компонента-связанности включает в себя все вершины, до которых мы можем дотянуться. Ну как бы мы считали, что он не ориентирован. Ну то есть в принципе города, которые связаны друг с другом. То есть если я подключаю какую-то еще вершину к этой компоненте-связанности, то мне нужно подключить и все остальные, которые связаны с ней. Тем или иным образом. Поэтому компонент-связанности здесь, конечно, три. Однако к некоторым компонентам связанности, ну в частности и к вот этой тоже, возникают вопросы. Да? Она как бы не полносвязанная. Не полносвязанная. Слово полносвязанная компоненты я уже говорил. Или, прошу прощения, не полносвязанная. Граф это когда с каждым проектом сильно связанная. Она не сильно связана. Сильно связанная компонента такая, в которой мы действительно вот каждые точки, к каждой можем найти путь. Соответственно у нас три компонента связанных, но они не сильно связаны. Соответственно, пример сильно связанных компонентов в принципиально ориентированном графе. лозы. Здесь мы можем от любой точки к любой дойти. Или там может возникать какой-то принцип. Либо цикл какой-то направленный, который закрывает какие-то точки. Либо может быть маленький какой-то цикл. Но обязательно должна возможность, если мы идем из одной точки в другую одна траектория, то должна быть возможность дойти и обратно. Там все строится на том, что существуют некие циклы. Хотя здесь говорить о том, что эти циклы являются принципиально простыми. Не дай бог еще эллеров. Нет, такого требования эллеровости тут нет. Может быть хоть несколько вот таких вот ребер. И обязательно по каждому ребру пройти. Главное, что связано. Связано и сильно связано в данном случае. Так, понятие сильно связанных компонентов я вам повторил. Соответственно, соответственно, поиск в глубину в ориентированных графах может быть разным. Может быть разным. Если я ищу компоненты связности компоненты связности вплоть до не сильно связанных компонентов, в этом случае я что должен сделать? Рассматривать граф как не сильно. Рассматривать как не направленный. То есть я перебираю все. Ну, это некоторая сложность вызывает, если мы как раз храним вершины списками смежности, то мы же не храним список смежности в смысле тех, которые на эту указывают, на эту вершину. Ну, тем не менее, да, хотя бы там полным перебором по вершинам смотрим в их списках смежности. Вот. Ну, или какую-то другую форму, например, на матрице смежности мы можем смотреть раз, да, и строку, и соответственно, осталось. Вот. А для обычного же поиска в глубину мы будем пробегать соответственно все вершины, до которых только можно дотянуться из этой данной. В ориентированных графах существует такой подкласс графов, которые называются ациклическими. То есть давайте сильно связанные компанией подпишем. сильно связанные компоненты. Это значит, что существует путь от любой вершины к любой трубе. Вот. А вот это пример ациклического графа. ациклический графа. Ациклический граф. В нем не существует цикла. не существует цикла. То есть граф, в котором это естественно, что поскольку в неориентированном графе это уже цикл, хотя и не простой, да, по ребру два раза. Раз, два, прошел все цикл. Да? Вот. Поэтому для неориентированных графов ацикличность невозможная свойство. Да? Это только для ориентированных графов. То есть ациклический граф это что? Это ор граф без цикла. без цикла. Да. Ну что же. Какие у нас вопросы в связи с этим могут уже возникнуть? Да? Первое. Ну, проверить граф на то, ну, или компоненту связности, да, вот у нас есть компонент связности, проверить на то, является ли этот граф или компоненты сильно связанный компонент. Что для этого нужно сделать? Что для этого нужно сделать? Как вы считаете? Вот у меня есть множество всех вершин. Да? Проверка на то, сильно олицетовое. Множество всех вершин есть. Первая вершина, вторая вершина, третья вершина. Давайте я заодно расставлю. Один, два, три, четыре вершины. Я... Один, два, три, четыре. Да? У первой в списке смежности кто? У нее... Ну, я здесь пишу только направленное от, да? Только два. У второй только три. Да? У третьей из нее можно попасть в четвертую и в первую. Один, запятая, четыре. У четвертой кто? У четвертой только три. Правильно? Больше нет? Ребер нет. Ребер пять. Все, совершенно четыре. Вот у меня граф представления списка смежности. Как мне проверить, является ли это компонента сильно связанной? Тайф? Может быть, строить цикл, взять произвольную вершину, начать строить с ней цикл и требовать, чтобы цикл не приходил в начало до тех пор, пока не обойдены все вершины. И если алгоритм не может закончить работу, то компонент не сильно связан. Так, еще раз. Мы начинаем от вершины строить цикл. Цикл. И когда у нас есть возможность замкнуть цикл, но при этом некоторые вершины еще не посещены, то мы не даем алгоритму этого сделать. Если он успешно... А что мы делаем, если не? А если не получается, то мы сразу говорим, что компоненты не сильно связаны. Потому что нашлись вершины, до которых не существует пути. Для которых не существует пути. Дело в том, что цикл может быть и найдется. Например, от первой вершины мы ищем цикл. Раз, два. Ну и первая вершина у нее в списке измеженности оказалась раньше, чем четвертая. Нет, нет, а если... Обход в глубину, а естественно, мы делать это будем обходом в глубину, естественно, что мы найдем ее раньше. Нет, но я же говорил о том, что если у нас появляется возможность вернуться, замкнуть цикл в первый, но при этом есть альтернативная возможность не замыкать, то мы предпочитаем не замыкать. Вот. Такой обход. Но это нужно сейчас будет поиграться с контрпримером. Да, то есть как вот можно... А что значит не замыкать? А откуда он знает, если вот это было бы через промежуточную вершину, да, была бы еще здесь пятая какая-нибудь, да, откуда он знает, что вот и замыкать, у него четвертая и пятая были бы абсолютно равнозначны, он же понятия, андерит, понятия не будет иметь. Но вообще идея строить цикл неплоха. Идея строить цикл неплоха. Мне кажется, что нужно сделать еще... Самый примитивный алгоритм, полный перебор, который позволит это точно проверить, это банально вложенные два цикла, первый, второй, да, и мы поиском в глубину ищем путь, да, поскольку поиском в глубину перебирает путь, цикл у нас, соответственно, цикл, который перебирает вершины и Т, да, тот от И плюс первой до НТ, соответственно, перебирает вершины и там мы поиском в глубину ищем, связаны они или не связаны. То есть по определению проверяем. Ну что-то не верится, что это задача НП полная. Неужели это НП полная задача, что только перебираем? Нет, это не НП полная задача. Нет, безусловно, на самом деле мы действительно можем поиском в глубину дотянуться и обязательно если он сильно связан, то поиском в глубину мы из вершины добежим и цикл найдется, циклическая траектория. Да, и в принципе, если опять же мы пустим поиском в глубину по полной, то у нас найдется пропустим через все возможные траектории, то есть по сути опять же полный перепор траекторий получится, то в принципе найдется и такой, должен найтись и такой цикл, который включит в себя все вершины. Либо не найдется, значит мы констатируем, что граф этот не является и сильно связанным. В то же время можно сделать, мне кажется, иначе. То есть мы находим цикл первый, а дальше мы смотрим, какие еще вершины не попали в это подмножество. То есть мы выделили некоторую сильно связанную кусочек, ну например у нас поиск в глубину раз, два, три. Смотрим на те вершины, которые у нас еще не связаны. И пробуем еще один цикл? А? И еще один цикл пробуем. И запускаем вот этой вершины поиск в глубину, да, и если у нас это дело не смыкается ни с одной вершины из того множества, да, то мы не можем проверить. Как только оно сомкнулось, мы от этой вершины запускаем проверку, а можно ли дотянуть обратно, да, и проверяем, ну получаем, что у нас утверждение. И так можно подключать оставшиеся. Ну, мне кажется, это немножко попроще. Ациклический граф, да, здесь мы должны что-то запустить? Ну, проверку наличия циклов. То есть опять же, тем же поиском в глубину можно вот в каждой вершины проверять, нет ли возможности дотянуться от нее поиском в глубину до нее сама. Среди ациклических графов вообще ациклические графы встречаются достаточно часто. Мне один раз понадобилось на бумаге, я планировал, планировал, потом сел на бумаге себе, нарисовал какие-то дела. Да, вот представьте себе, что мы занимаемся менеджментом организации своего собственного дня. или вот лучше другой граф вам нарисуем, мое представление о взаимосвязи курсов обучения на хистей. Ну, например, вот мы делаем, ну, например, у нас есть Матан, и вот Матан 1, первый семейство. Ну, или там, по годам, то есть, лучше по годам. и Аналит, аналитическая гемия и Ангем. Первый год. А он один год. Матан и Ангем вроде бы относительно независимы. Физика. Вот у меня вершины, которые к ним ничего не ведет. Или при реквизит, скажем так, поступление. Поступил, можно сюда. Прослушал физика 1, первый год. Матан 1, Ангем. Физика 2, естественно, что делает? Ну, я, может, слишком близко к физике написал, потому что тут есть еще одна дисциплина математики, которая появляется на втором курсе. Она появляется как раз вместо Ангема, так что я вот здесь напишу. Дифуры. Уравнение. Ну, и, соответственно, если вы не ботали Ангем, то до свидания, вы не поймете дифуры. Там, где нужны. предреквизит, понимаете? Ну, и мотанчик туда вливается. Но циклов не возникает. Ну, это вы по жизни, понимаете, да? И за вас уже все это расположили, как это, в какой последовательности это проходило, да? Ну, и заодно еще и вы параллельно ходите на несколько курсов, да? Что у нас? Физика. Физика 1 есть. Естественно, физика 2 нуждается в физике 1. Хотя там темы разные, но от вас же ждут, что вы там механику там, первую механику уже изучили, да? Вот. Но и при этом используется матан на физике 2, да? Потом там еще чарфизы подключаются. Я еще по математике. Математики так красиво строятся, да? Дифуры заканчиваются за один год, но я по большинству по своему факультету, на котором я учился, да? Потом что у нас? Урматы. Урматы. Уравнение математической физики. Урматы. Урматфиз. Вот. И урматы это такая мощная достаточно штука. Она, во-первых, позволяет решать всякие уравнения в частных производах, соответственно, без дифуров там никак. Да, матанчик живет своей жизнью, да? Матан живет своей жизнью, но он, тем не менее, правзоподействовал и дал нам следующее на урматы. Да, после матана еще есть ТФК, от которого уже там, ну что там, ТФК не бодрит, то ТФК опять же поврет. я сейчас не буду в ТФК углубляться. Значит, что дальше? А еще одна штучка есть такая, это вычмоты. Они обычно, опять же, по-разному, на разных факультетах, я вот помню, что они у меня были на третий курс. Соответственно, вычислительная математика. вычислительная математика. А вот оказывается совершенно неожиданно, что для вычислительной математики необходимо не только урматы, не только дифуры, которые для этого, естественно, нужны. Там нужен аналитическая геометрия. Такая мощная сборная, хотя преподается она на кафедре информатики и вычислительной математики. Но, соответственно, на вычислительной математике такая мощная вещь. Но самое интересное, что в ней, кроме математики, да, так, ну, кстати, я физики не нарисовал, в роматфиз. Да? И, оказывается, там еще и программировать же надо. Поэтому тут всплывает информатика, которая, она по-разному бывает, там, один год, два года, у вас один год. Вот. Но, тем не менее, она раз, и, оказывается, там вот внезапно нужна. Вот. Ну, и я к чему это все рисую? К тому, что граф, естественно, должен быть ациклическим. Ну, это понятно. Это мы видим и понимаем по логике менеджмента. Да? Второе. Представьте себе такую ситуацию, что некий человечек из тех решил ботать это все, вот он все пропустил. Все пропустил. И вот он очнулся на четвертом курсе «А научная работа нужна». И решил он связать свою жизнь с наукой и надо все это пройти. Так? Или он выбрал какую-то конкретную цель, что он хочет заниматься вычислительным решением задачи, не знаю, там, нефтяной промышленности, а для этого нужны ему вычмоты. Но вы видите, на них так сильно все сходится, да? Поэтому и да к чему, что одной информатики вам там будет мало, остальные предметы запускать нельзя. Так вот, вопрос какой? В какой последовательности ему учить эти предметы? Вот он решил там на предмет будет тратить по, не знаю, по две недели, по месяц, ну не важно, ему нужна последовательность, выстроить это в линейную последовательность, порядок, то есть произвести топологическую сортировку. Топологическая сортировка. Это не сортировка в стандартном смысле слова. Она сортирует не массив. Давайте сделаем так, если есть цветной мел, а он сейчас есть в этой аудитории, я подпишу сейчас эти вершины номерами. Допустим, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Порядки появления на доске. И мне нужно выписать список последовательности этих номеров, который будет обозначать, что вот я не к моменту, когда я достигаю очередной вершины, все пререквизиты уже выучены. Понимаете? То есть, в такой ситуации, что я начинаю вот, например, дифуры, а перед этим не было ангема, нету. Ясно? Соответственно, соответственно, что мы нарисовали, только единственное, что я здесь стрелки нарисовал не в ту сторону. Так, сейчас, одну секундочку, я посмотрю, как правильно сформировать. Почему? В общем, наверное, не надо. Какое-то имеет отношение к технологиям. Смотрю, ошибся все-таки в направлении? Или нет? Так, ну, собственно, правильно стрелки нарисовал. Итак, алгоритм, который позволяет осуществить топологическую сортировку, а таких алгоритмах есть несколько, называется алгоритм Кана 1962 года. Итак, нам следует найти последовательность вершин, назовем ее буквой П. П это последовательность вершин. искомая. Соответственно, и сейчас, секундочку, множество вершин В общее, множество ребер Е, у нас граф, граф у нас, да, помните, множество вершин и множество вершин. Соответственно, пока у нас, пока в П не входят все вершины, все вершины, осуществляют следующее действие. Выбираем любую вершину, вершину В, выбираем вершину В, такую что, такую что, множество, множество, сейчас, секундочку, таких что, вершины, вершины, такую что, множество всех вершин, из которых есть дуга, вершину В, уже в нашем, входящих в нее, лежит в П, лежит в П, да, и при этом вершины не входит в П. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, меня волнует то, что у нас, тут написано, что пустое множество, вот я же не понимаю, а как же пустое множество, таких что, множество вершин, что, множество вершин, множество вершин, а, ну все, ссылающихся, ссылающихся на нее, да, то есть имеющих, имеющих дугу, имеющих в нее, смежных с ней, да, смежных с ней, смежных с ней, в смысле, множество вершин, у смежных с ней, в направлении, в направлении, в направлении, в, да, то есть входящих в нее, да, то есть тех, которые на нее ссылаются, короче, пусто, и вершина, да, и это вершина, и вершина, не входит, в п, извините, извините, а разве предварительно не надо вычистить из множества вершин у множества вершин, у которые лежат в п, на данный момент, потому что иначе мы не положим в п, ничего, кроме при реквизидах, да, 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 здесь придется удалять вершины, потому что иначе не получится пустое множество, я же чуть-чуть засомневался, то есть как это отслеживается, здесь именно, что граф портится в процессе, да, чтобы выбрасывать, ну, строится, короче говоря, не портится граф, да, мы строим следующий граф методом отбрасывания части вершин, которые уже вошли в последовательность, то есть мы те курсы, которые прошли условно, да, мы их уже не рассматриваем, вот, тогда выбирается просто вершина, которая ни от чего не зависит, да, не имеет при реквизитах, исходя из той терминологии, и, соответственно, эта вершина добавляется в последовательность, и вычитается, добавляем ее в последовательность, ее в P, и изымаем ее, удаляем ее из графа, V из графа, все, 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 я думаю, нам достаточно этого, давайте с вами на этом с абстрактными ориентированными графами закончим разговор, и начнем разговаривать про деревья, я пока не стираю, перейду дальше, итак, с деревьями вы уже достаточно хорошо знакомы, дерево это граф, в котором нет простых циклов, однако, те деревья, которые мы делали с вами, они были ненаправленные, были ненаправленные графы, правильно, и еще одна особенность, они у нас вот росли, а им было попало, да, вполне себе дерево, да, однако, если я возьму за какую-нибудь вершинку, неважно за какую, вот, хоть за эту, или за эту, или за эту, и потрясу этот граф, представьте себе, топологически эквивалентен будет, если я какую-то вершинку, чуть иначе нарисую, представьте себе, что я схватил за ней, приподнял вверх, и немножко потряс, вот это у меня обвалилось вниз, палочка, да, это тоже у меня обвалилось вниз, да, а это тоже должна была повиснуть, да, что у меня станет, у меня это дерево примет вот такой вот вид, я ту вершину, за которую я схватился, назову корень, и в результате у меня возникнет так называемое корневое дерево, корневое дерево, укоренели его, как только у нас возникло корневое дерево, мы можем, во-первых, выделить иерархи, у нас возникает уровень, да, это у нас, соответственно, нулевой уровень, первый уровень иерархии, второй уровень иерархии, да, ну в данном случае третий уровень иерархии, да, эти уровни иерархии означают удаленность от корня в количестве ребер, максимальная длина, да, я не ввел одно понятие, у дерева вводится такое понятие, как высота, высота корневого дерева, это что? Это максимальное количество ребер от корня в пути, в пути от корня к вершинам, я прошу прощения, в простом, естественно, да, мы можем, если он не ориентирован, мы можем тут погулять, да, в простом пути, в простом пути от корня к вершинам, соответственно, максимальный путь, который возможен, это путь через корень, то есть самая сугубая ситуация, которая может только возникнуть в дереве высоты n, расстояние между вершинами, да, путь в количестве ребер будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, то есть дважды высота дерева. ясно, да, максимальный путь, максимальный путь между вершинами не больше, да, высоту я ее не назвал, давайте назовем ее буквой h большой, h большой, так вот, это не больше, чем 2 умножить на h, так, естественно, мы можем вот эту вот связь, которая наверх, выделять отдельно, она особенная, давайте сделаем так, я стрелочками нарисую вниз, да, то есть я сделаю его орграфом, так, и у меня будет вот туда смотреть это направление, во-первых, будем как бы рекрусивно обратно подниматься, при помощи обхода в глубину такое дерево прекрасно и легко можно напечатать, ну, вывести на экран в каком порядке, вначале выводится левое под дерево, потом сама вершина, потом правое под дерево, например, так, да, или, например, вначале левое под дерево, потом правое под дерево, а потом сама вершина. Возможно, разные варианты, но тем не менее, по крайней мере, обход нам точно и быстро однозначно даст связь со всеми вершинами по этой иерархии. И мы можем отслеживать. Если вы помните работу консольной утилиты, там требовалось написать утилиту 3, в которой рекурсивные вызовы происходили. Так вот, дерево каталогов фактически представляет из себя граф дерева. И потому-то оно так и называется, дерево каталогов. Это корневое дерево, в котором связь наверх отличается от связи вниз. И от связи вниз может быть много, связь вверх только одна. Так, перерыв делаем? Как? Делаем. Делаем перерыв 5 минут. Недолго. Несмотря на всю, вроде бы, простоту и достаточную ясность, дело, тем не менее, деревья могут быть подразделяться еще на виды. Корневые деревья еще делятся на виды. Они могут быть неупорядоченными и упорядоченными. В каком смысле? Вот этот потомок корневого узла, да, узел потомок, он первее, чем вот этот или позже, если мы будем хранить их как множество, да, то есть у нас множество узлов потомков, то есть в стандартном для нас уже привычном виде, как вот для графов, я вам говорил, да, какая разница в такой последовательности. Главное, что они инцидентны этим ребрам, и все, да, эти вершины, и те вершины, соответственно, смежны. И все. А вот для деревьев это может быть принципиально. То есть условно начальник, первый подчиненный, второй, третий. Понятно? Это может быть очень даже принципиально. Поэтому я сейчас уточню еще глубже, да, где мы будем работать с упорядоченными деревьями. То есть это структура даток будет, в которой у нас сохраняется порядок поток. Дальше возникает вопрос, как нам хранить это в памяти. Как нам хранить это в памяти. Ну, первый вариант, на котором мы отвечаем. Как граф. Чего боится? Как граф направленный, только там должны быть именно реально списки смежности. Так, ну пусть это будет словарь списков. Так? Тогда будет упорядочен. Вот. Второй вариант ответа. Неожиданный. Можно хранить это в памяти в виде класса. Мы создаем класс-узел. Ну, я его традиционно еще сколько-то и называю нодэ-звеном. Потому что такая же структура делается для динамических списков. Нет, неожиданный. Но я так же назову его класс-нодэ, в котором у нас будет Следующие атрибуты. Это Атрибут parent. Атрибут parent. Ну, если узел создается только, то он пока к дереву еще, допустим, не привязан. Пусть у него parent будет нам. А в конце концов, когда из пустого дерева, помните, я этот вопрос ставил вам, да, то, что ли, граф, вот такой вот, в котором ничего нет, считать дерево. Так? Ведь в нем количество вершин ноль и количество ребер ноль. Согласно одному из определений, да, этот граф, что у нас получается? Не дерево. А с другой стороны, как можно ли говорить о связности этого графа? Ведь там нет вершин, для которых мы можем утверждать, да, что он другий. Когда одна вершина, там хотя бы... В общем, в данном случае, мы лучше будем считать это дерево. То есть, такая ситуация, когда структура данных дерева у нас будет пуста, возможно. И вот мы в эту пустую добавляем первое звено, первое хранимое данное. Я, соответственно, я сейчас пишу, что вот у корневого узла parent нету. Да? Но он, тем не менее, является подобным же узлом, таким же, как и все остальные. Дальше, я что пишу? Это его потомки. Но я буду называть их childs. Childs. Children, может. Children. Абсолютно верно. Спасибо за поправку. Именно так. Children. Мне кажется, это наследие немецкого в английском языке. Он же с ним родственник. Children. Значит, что? Список. Список, ну, в данном случае, пока пустой. Соответственно, имеет смысл, конечно, предусмотреть, какие то дополнительные методы. Нет. Дополнительные методы в этот класс. Например, для добавления узла в качестве его childа. То есть, я вот создаю узел и ему вставляю туда в качестве его очередного childа. отбегания всякие. Но сейчас пока на этом остановимся. То есть, принципиально, принципиально, логика вот такая. То есть, у него ссылочными, ссылками проставлено, и реально структура данных, вот она себе хранит, что? Ссылку туда, ссылку сюда. и если бы это все, а нам надо бы хранить еще и какие-то данные. Ну, собственно, вот данные, давайте мы ему сюда и сунем, да, то есть, в какой-нибудь value значение. и вот self-value равно value. Это была не только структура, а еще и какие-то хранимые данные. Есть еще один вариант, который реализован в структуре данных, которая мелькала на лекциях в прошлом семестре. Это была куча, и она была деревом. Хранить все это в массиве, а их иерархия определяется их позициями в этом массиве. Соответственно, childа для и того узла, это 2и, 2и плюс 1. Ну, это только если у каждого узла одинаковое количество. Да, это для дерева, но это специально было введено в том семестре, чтобы вы познакомились, в принципе, с такой организацией данных, а сейчас мы снова к ней возвращаемся. И очень часто это должно быть быть использовано. Далее. Вопрос о том, сколько именно детей. Сколько именно этих самых детей. По-разному. Разные бывают структуры, данных дерева, бывают сильно ветвящиеся, в которых много детей. Ну, соответственно, у вас с каждым уровнем количество вершин, если оно у вас полное, или, как говорят, сбалансированное. Сейчас мы это, опять же, конкретизируем через некоторое время. В следующий раз. На следующей лекции. Что такое сбалансированное дерево? Ну, в общем, если более-менее оно равномерненькое, то представьте себе, по 3, по 3, по 3, там вырастает количество. Существенно можно посчитать, но мы сейчас рассмотрим под вид этих деревьев двоичные деревья. Двоичные деревья. В этом случае отвечаются они от просто корневых упорядоченных деревьев тем, что потомка может быть не более чем 2. Может быть 0, может быть 1, но не более чем 2. Соответственно, у нас что возникает? А 1 тоже может быть? А? А 1 тоже может быть? Да, вот, пожалуйста, двоичное дерево. Это тоже двоичное, не более чем 2. Разрешено. 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 точно не более чем 2. Да еще и упорядочено. То пусть они у меня будут именованными. И их тогда так имеет смысл и ввести. Давайте я их отделю. Сейчас удаляю отсюда и вписываю их иначе. self-left, self-right. Но это теперь уже для вот этого варианта. self.left Пока никого. И self-right тоже пока никого. Ну и соответственно туда-то в эти left и right будут закладываться ссылки на такие же структуры типа класс ноды. Для чего нужны эти двоичные деревья? Среди них есть замечательная структура данных так называемая двоичное дерево поиска. Двоичное дерево поиска. Двоичное дерево поиска. Давайте я сейчас построю это дерево динамически, чтобы вам даже лучше было понятно как оно формируется. Я напишу сейчас последовательных чисел 1 не с 1 начнем с середочки. 3 8 6 9 1 2 7 что еще не хватает? 5 3 8 1 2 3 4 не хватает. 5 6 7 8 9 достаточно. Можно 10 ввести для пущей работы. Итак, давайте попробуем соблюдать следующее правило хранение хранение. Все значения уникальны хранимые в структуре данных. Все значения уникальны. Два раза одно число положить нельзя. левое поддерево в левое поддерево имеют ключи меньшие чем ключ текущий, но данные, то есть данные текущей вершины, хранимые, это будет у меня сейчас ключ. Так вот, в левом поддереве ключи меньше, чем у текущей. Равны не могут быть, потому что уникальны. Здесь ключи ключи меньше, чем k 0 k 0 А в правом поддереве соответственно k и D больше, чем k 0. То есть ключи в левом поддерево меньше, ключи текущей вершины, ключи в правом поддерево больше, чем в текущем. И просто будем поддерживать вот эту структуру данных и добавлять узлы. Добавлять я буду их не нарушая дерево, приклеивать куда-то снизу. Итак, давайте попробуем. 5 я сажаю на самый верх. 3 я могу посадить куда-то, но только в левое поддерево. Соответственно я сажаю его верхушкой левого поддерево. 8 надо добавить. 8 ключ больше, чем 5. Соответственно я сажаю его в правое поддерево. В right прописываю новые ноды. Записываю туда эту 8. Дальше что я делаю? я закладываю шестерку. Она больше, чем 5, но меньше, чем 8. Поскольку к пятерке я ее уже не могу, там только 2 узла, левый, правый, то к восьмерке левом отправляем. 9 опять же никуда не остается сюда. 1 к тройке налево. 2 меньше, чем 5, меньше, чем 3. То есть она должна быть в левом поддерево по отношению к тройке. Но там ей особо куда-то деваться некуда. Придется совать в правой единичке сюда. 1, 2. Так, дальше 7. 7 это куда? Это справа от 5, слева от 8, справа от 6. 4. Это слева от 5, справа от 3. И 10. Справа от 5, справа от 8, справа от 9. И вот оно 10. вот это двоичное дерево, которое хранит у меня множество ключей в упорядоченном виде. Почему в упорядоченном виде? Потому что распечатка их в упорядоченном виде может быть произведена очень легко. Я вначале печатаю значение левого поддерево, потом свое, потом правое. Ну, давайте я сейчас напишу рекурсивный алгоритм, собственно распечатки их в упорядоченном виде. Итак, d print 3 оно называется двоичное bin binary search 3 print binary 3 Я не буду binary search 3 писать. Значит, естественно, что ему нужно передать? Ему нужно передать, собственно, узел типа узел, типа нода вот такого вот класса, по которому мы будем дальше ориентироваться. Ноды. Понятно, какого типа вот этого вот класса. Итак, что я делаю? В первую очередь, если у меня левое поддерево не пусто, то есть, если левое поддерево не пусто, то я запускаю binary search 3. Если правое поддерево не пусто, а если у меня совсем дерево пусто, не получится ли у меня так, что я пытаюсь распечатать ничего? Давайте сделаем это так. Я в начале крайним случаем поставлю распечатку пустого поддерева. Пустое поддерево будет означать, что нода равно нам. Любой не нам у меня уже не ложный. Поэтому, что я сделаю? Если у меня if not но, да? То есть, оно не равно нам. Это я комментарий пишу. If not но, да? В этом случае я просто делаю return и все. Таким образом, я исключил такую ситуацию, что мне печатать тут нечего. Я точно сейчас напечатаю и value у меня существует в принципе. То есть, я определился с типом, что это не нам, а это конкретно. Нода, значит, у меня хранимое значение. Но теперь, что мне осталось? Если я вызову поддерево, а там нам что-нибудь плохое случится, теперь, поскольку я проверяю, теперь не случится. Поэтому я смело могу дергать print binary 3 для левого поддерево, потом печатать свое значение, потом для правого поддерево. Соответственно, я вызываю функцию print binary 3 для ноды точка left. Дальше, собственно, я печатаю свое значение ноды точка value затем я печатаю binary 3 ноды точка value Все. То есть, эта структура данных хранит исходные ключи в упорядоченном виде. Информация о их изначальном порядке потеряна. И сам факт закладывания их в двоичное дерево поиска их отсортировал. Более того, оно называется двоичным деревом поиска именно потому, что поиск осуществлять очень легко. Если мне дали ключ какой-то, то я бегу до тех пор, пока, ну, по принципу влево-вправо, влево-вправо, до тех пор, пока ключ не равен искомому ключу, или до тех пор, пока я не пришел в none. То есть, если ноды none, то я возвращаю false. Такого значения нет. Да? Ну, давайте с вами пропишем соответственно этот алгоритм. Может, вместо дерева понятно, как это будет происходить? Давайте код помешим. Соответственно, назовем это просто search. Ну, или давайте tree search. Tree search. Что этот search будет получать на вход? Собственно, узел дерева, с которого начинается поиск. Начало корневой узел для данного поддерева или для всего дерева, потому что естественно, что поддерево является таким же деревом. Ну, соответственно, но, да? Ну, и некий искомый ключ. Я тут, видите, путаю все время этот value, и потому что реально нам потом понадобится разделить эти value на парочку. Я поясню, почему. но я уже здесь все-таки назову именно что ключ. Key. Сейчас определяемся просто. Я либо должен вернуть место хранения, да? Вот тут сейчас возникает момент написания документ-строки, да? Хотя я их на лекциях не пишу из-за того, что доска маленькая. А все-таки вопрос есть, а что она должна вернуть? Вариант первый true или false. Вариант второй она может вернуть ссылку на тот узел, где хранится. А если такого узла нет, то? На нам. То на. Да. Ну, как мы выберем? Что эффективнее? Второе. Мне кажется, что второе ссылка, она эффективнее. А кроме того, ссылка, она все равно имеет логическое значение, а нам как раз false. Так что, если мы захотим использовать как логическое значение, то нас это устроит. Соответственно, если вдруг вот текущий узел, для которого эту функцию вызвали, имеет в качестве своего... Я не знаю, вот ошибка моя, что я начал именно со значений хранить. Вот хочется мне там написать key. Нехорошо, если я буду по значениям искать binary 3, это уже принципиально. В двоичных деревьях там ладно значение, а здесь это уже все-таки в двоичном деревку есть какие-то ключи, поэтому key и, естественно, key. Value там тоже, кстати, да, я, может, сырья скидал value, value тоже может быть, да, только я добавлю и key, и value. Парочку. Тогда self.key есть у звена, и value тоже есть у звена. Для поиска нам достаточно ключа, значения мы уже потом, имея ссылку, мы добудем. Поэтому, что я говорю, если у меня данное звено в качестве ключа имеет, собственно, такой же ключ, то что значит, ну, раз такой же ключ, в этом случае сразу нужно вернуть ссылку на это звено. Правда? А, стоп, стоп, простите, пожалуйста, я забыл. А если вдруг у меня ноды вообще никуда не указаны, нам, дерева нет, надо было это вначале проверить. key.node.node, простите меня, пожалуйста, это поправка. Это нужно проверить первым, потому что иначе не могу обратиться к ноду.key, у меня произойдет скручение. А это можно в одну строчку сделать. key.node.node, в этом случае return нам. Изнить, пожалуйста, но ведь можно второй ив положить в первый через ор, зная, что питон всегда сначала вычисляет первый оперант ор, и если он будет истинный, то он уже не будет вычислять второй и проблем не будет. Я так скажу. Хорошо. На. Так, если дерево было, под дерево пустое, а я сюда добрел, значит, просто return и все. Теперь иначе, если у меня ключик ноды точка key равно-равно key, в этом случае я что возвращаю? Ну, собственно, с это звено, я говорю, но это звено и есть искомое, в нем и хранится необходимый нам и ключ, и его значение по этому ключу. Да? Вот я ссылку эту и возвращаю. Однако, может быть, данное звено и не пусто, и в то же время в него ключ не совпадает с искомым. Но значит, что надо продолжить поиск где-либо в левом под дерево, либо в правом под дерево. Это мы можем решить однозначно, потому что мы знаем свойства двоичного дерева поиска, и эти ключи можно сравнить друг с другом. кто левее, кто больше, кто меньше. Соответственно, если искомый ключ меньше, чем ключ данного звена, в этом случае мы возвращаем то, что вернет функция поиска для левого под дерево. Поэтому я тут напишу return research return return research для ноды точка left запят и иначе, 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 иначе это значит, что больше строго, потому что равно-равно уже отработано. А иначе, что я делаю? я возвращаю то, что вернет мне поиск tree search для ноды right, для правого под дерево, write запятая ки. Соответственно, поиск обвязывается вот так. Скорость этого поиска Иван, сейчас батарею, равна высоте дерева. Если дерево поиска двоичное хорошо сбалансирован, то количество вершин в нем чему оно равно? Логарифм Оно равно 2 в степени минус 1 от высоты. Да? Да, 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 да. В дереве высоты 1 хранится 3 вершины, да, в дереве высоты 2 пол полном хранится сколько вершин у нас получается? Плюс еще 4, 7 вершин, да, в дереве высоты 3 хранится у нас естественно, можно проносить 15 вершин, но если мы еще прибавим сюда 8, так, 7 в общем, логика понятна. Количество вершин деревья, да, у нас равно чему? 2 в степени высота плюс 1 минус 1. Это количество вершин в идеально сбалансированном полном дереве, в котором ровненько все эти h-уровни заполнены. Правда, можно себе представить убогий вариант этого дерева. Такой? Да? Такой вот списочком, только левая, левая. как могла возникнуть? Или только вот такой, например, только правая. Как могло это возникнуть? Например, первым числом вот в этой последовательности чисел встретилось число 1. Давайте я поменьшил здесь, меньше, 5, потом 4, потом 3, потом 2, потом 1. ну я так и заполнял. Вначале 5 поставил, да? 5, потом 4, слева 3, слева 2, слева 1. Что делать? А, ну уровни у меня уже изменились тут. Ясно? Неудачное оно. И если оно не сбалансированное, то скость поиска будет фактически равна количеству вершин. А если сбалансированное, то высоте, ну оно и так и так равно высоте, но высота будет у нас не такая большая, да? А если вывернуть эту штуку, то чему получится высота для сбалансированного дерева равна, да? h плюс 1 равно логарифмам по основанию 2 от n плюс 1. Вот с точки зрения асимпточки, но вот эти вот плюс 1 можно дело не обращать, да? Да? С точки зрения асимпточки, да? И соответственно мы можем так сказать, что это o от, то есть скорость поиска равна o от логарифма по основанию 2 от n. То есть количество операций пропорционально логарифму количества вершин. Ну то есть представьте себе, что у вас 1024 вершины здесь, 1023, а скорость поиска 10 операций. Эта скорость соответствует двоичному поиску в упорядоченном массиве. Упорядоченный массив является вполне себе пригодной структурой данных для хранения данных и возможности быстрого доступа к ним. Однако в упорядоченном массиве нет возможности вставки элемента легкой с сохранением структуры. Когда вы в упорядоченном массиве начнете пытаться вставить сюда элемент, вам что придется сделать? Ну все вот эти элементы, которые справа от него, начать, двигать, вы можете выделить место новое, только справа фактически, вы начинаете двигать, помните сдвиг в массиве. И вот тогда вот это элемент. То есть время пропорционально n при добавлении нового элемента. А если это будет односвязный список, то это будет две операции? Если это односвязный список, то вайн-ресерч невозможно, потому что доступ по индексу становится мгновенно. Понятно? То есть там это исключено по самой структуре, но никак. То есть мы да, искать быстро за лабиринт в основе 2 от n, но вставка и удаление происходят медленно. А в двоичном дереве поиска добавление нового элемента происходит за время равной высоте. То есть мы добежали до места входит. То есть мы ищем по ключу местоположение последнего ненулевого узла, у которого соответственно данные как раз можно вставить потомка в нужную сторону, а там нам. Ну и все. Я могу прописать эту функцию? Не знаю, надо или нет. Сколько на скрин? По-моему, нет, я вам сейчас не расскажу. Так, ну что же, я не показал добавление узла, наиболее сложной задачей является как раз ситуация удаления узла изделия. Потому что добавить узел, понятно, всегда можно вниз прикрутить. А вот что делать, если у нас узел какой-то исчезает? Ну я сейчас немножко переставлю тут герархию. Ну, допустим, 5, здесь будет 3, перерисую еще раз. Пусть 5 посередине, у меня 3 тут, здесь у меня будет 7, 6, 8, 1, 2, 2, не 2, 4, 4. Вот двоичная нерева поиска. Так, ну представьте себе, если я удалил вот такой узел, то это можно сделать просто. Я удаляю ссылку, у него удаляю ссылки на всех, потому что он под удаление, поэтому я его на нами все пробиваю, ему все ссылки left, right, parent, да, и на этот, как он там, так, на, все, удален. И этот третий, что я у него, у его parent, проставляю как right, на, все, и он у меня просто удален. Достаточно просто. А вот в этом случае, если я удаляю три, это сделать не очень-то тривиально. Вот давайте, чтобы осознать, насколько ты, ну как это сделать. Ну первое, даже в этом случае, надо решить, кого из двух мы поставим сюда. туда. Да? А теперь представьте себе такую ситуацию. У нас удаляется корневой, например, ну корневой, ну или тот, неважно, тот, у которого не по одному узлу слева-справа, а целые поддеревья. Понимаете? Рекурсивно можно. Слово рекурсивно еще не говорит о том, какой конкретно алгоритм, как именно это сделать. Ну у нас надо кого-то сюда поставить, тут пятерки больше нет. Кого мы поставим сюда? Вместо ваканда. Того, у кого глубина под дерево как можно... А быстро, вот самое быстрое решение. Какой-нибудь можно кроме Ефима это сказать? Смотрите, вот у нас можно представить себе, вот как бы вот был начальник, так, и вот две у него была иерархия. Левые подчиненные, правые подчиненные. Переставлять их местами нельзя, потому что у этих ключей меньше, чем у этих. А можно вопрос? А мы хотим в итоге получить просто дерево или лучше... Двоичное дерево. Нет, или лучше как можно более сбалансированное. Это важный вопрос. Сейчас не важно. Для начала не важно. Первый вопрос это принципиально решить, да, то есть кого сюда вставить. Мы просто сдвигаем все правые, наверх. Куда? На все, которые больше, мы сдвигаем наверх. И все. Вот этих наверх. Да, действительно, пусть, допустим, этот будет начальник самым начальником, да, а вот это поддерево, оно будет левым, но, естественно, у самого левого элемента в правом поддереве нету левого элемента, да, потому что он самый левый. Поэтому мы ему левым добавляем бывшего левого начальника, то есть одна иерархия над другой возвысилась, да, полностью. Они все молодцы, пропихнули все своих, да, а вторые все, что здесь хорошо? Скорость выполнения этой операции, скорость удаления от единицы. Раз, ссылку переставлю. Ну, а, ну, может быть, добежать, но не за n операцией, чтобы найти этого самого левого. О от n. О, не от n, а от h, от высоты. Это разные вещи совершенно. Ну, точно так же можно другую иерархию возвысить, да, есть более тонкий вариант. Можно найти этого самого, например, самого-самого там, справа вот этого товарища, так, и поднять его сюда, так, отсюда удалить, и, соответственно, у меня что? У него ключ самый маленький среди всех правых, так, давайте сапог. Была остальная картинка? Оставили. Да, а вариант какой? Другой, да, это вот этот товарищ возвышается, да, он становится наверх, поднимается, соответственно, вот здесь у меня вся пирамида без вот этого вот кусочка, я условно ее нарисую, да, а вся эта, она остается на своих местах. это намного лучше с точки зрения неувеличения суммарной высоты. Однако, даже в этой ситуации может так получиться, что у нас нарушается балансировка дерева. Ну, то есть, условно, мы справа под дерево все время вытаскиваем левый, 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 у нас получается, что правое дерево что-то подобное из себя представляет. Понимаете? Вот. Поэтому, чтобы не происходило разбалансировок, существуют более сложные алгоритмы. В следующий раз я вам расскажу про один из алгоритмов балансировки, и мы, собственно, введем понятие, что значит сбалансированное дерево и несбалансированное. Красно-черное, что ли? Напоследок, я скажу вам о том, зачем все это надо. Дело в том, что двоичные деревья поиска являются структурой данных, подходящие для организации локальной базы данных. Это упорядоченная база данных, которая также упорядочена в отличие от хэш-таблицы.